Немец Мы анализируем, как это делают на Западе, правой ногой или левой. У нас так срабатывает организм. Он сам так срабатывает. И мы с чувством это с нашим делом. Потому что, кстати, это доказывает то, что немцы, мы с таким чувством это делаем, что, скажем, немцы в лифте внутри очень пугаются наших. Потому что слякоть летит, лепешки в разные стороны. И вот интересно, наш человек действительно не просто соображает, а он мгновенно выдает что-то. Поэтому мы гораздо быстрее живем, чем люди живут на Западе. Тот же лифт, кстати, многие используют по другому назначению у нас в Москве. Нет, нет, не надо с них играть. Я имел в виду, что держит ногой лифт, чтобы он освещал парадную, в которой все лампочки выкручены. Но я всегда утверждаю, что мы никогда не будем хорошо жить. Потому что мы слишком эмоциональны, слишком нелогичны. Поэтому ко мне в купе заходит проводница. Такая проводница настоящая. И она мне говорит, сейчас будет понятно, почему я на этом примере хочу объяснить свою теорию. Именно этим примером. Она заходит ко мне в кубы, ее переполняют чувства. Она узнала меня, говорит, ой, я вас узнала, я вас очень люблю. Не важно, что она не любит, но ей сейчас кажется, что она любит. И она говорит, ой, я вам кое-что скажу по секрету от любви, вы никому не рассказываете. Как будто я сейчас пойду рассказывать, вот, всему повезду. Я говорю, ну, ну, спокойно, спокойно. Я уже насражился, потому что если наши от любви что-то расскажут, я знаю, что я буду расклёбывать это обязательно. Я говорю, спокойно, что? Она говорит, вы никому не скажете. Я говорю, нет, даю слово. И она мне по секрету на ухо говорит фразу. Мне по секрету только. Остальным это знать не надо. У нас по поезду по ночам ходят воры. Это только мне. Вы заметили? Тем вообще знать, фу, на них, это вообще им не надо. Не важно. Более того, чтобы я им не рассказывал вообще. Почему я утверждаю, что мы никогда хорошо жить не будем? Объясняю на этом примере. Вот теперь следите за моей логикой. Тем, значит, не говорить, тех она не любит. Она меня любит, да? То есть, те, кого она не любит, будут спать спокойно. Эй, мать, ты чё ревёшь? Опять же своим автогеном, тьфу, автандилом поцапалась. Чё? Бросил тебя? Ох, это мухомор обглоданный. Да где же он другой такой дур себе нашёл? Чё, не дур, дурака? О, паразит, а? А как поднормального-то маскировался. Машечка, не реви, не реви. Возьми на него порчину пусти. Ха, что значит, ты в это не веришь? А ты помнишь, как я своего урода заполучила? Приворотным зельем, водка называется. Месяц его поила, чтобы он в ЗАГС от почты отлечить не смог. Потом привез...